Всей вообще GTA, вселенной, вот этой вот без разницы 3D-вселенной там И в общем-то поделать какие-то вот эти вот все прочие вещи В общем-то, для кого нужна эта модификация, я так и не понял Помню, я как-то смотрел, Brothers & Company пишет, что там, ну уже скоро разработка подойдёт к своему логическому завершению То, что скоро там разработка закончится и мы все уже сможем поиграть в GTA Underground на вот всём вот этом вот Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP Вся дополнительная информация в описании Вы, наверное, все знаете, что до меня тренд доходит с опозданием А если приплюсовать к этому ещё и монтаж, ещё и там, знаете, вздохи надо вырезать, ещё и там вот все прочие вещи сделать То ролики выходят ещё позже, чем их выпускают даже какие-нибудь слоупоки по типу от Данила Геррера или вот каких-то прочих людей Вообще, вы знаете, как понять, что новость уже абсолютно точно устарела и её обсуждать нету смысла Это если уже даже Данил Геррера сделал на эту новость Обзор, разбор, высказал какое-то своё, знаете ли, объективное мнение У него других, кстати, не бывает, если вы, ну мало ли, не знали И, значит, всё уже, ну, нечего делать, уже даже обсуждать эту новость нет смысла Будь-то это, знаете ли, какие-нибудь новомодные дырки от пули или GTA Underground Именно про это мы сегодня и поговорим, тема немного такая, знаете ли, затянутая Но тут я затрону одно такое, знаете ли, предположение, теорему, гипотезу Возможно, какие-то ещё вещи тут будут затронуты Но неважно, я думаю, что вы все знаете, как это обычно бывает Рассказываешь, делишься каким-то своим личным мнением А тебе в комментариях потом пишут, что, а почему так много воды? Ну, сам, а почему так много воды-то у тебя? Ну, ты расскажи, пожалуйста А это называется личное мнение, я считаю И вот в личном мнении я могу, хоть, я не знаю, на три часа наговорить Да, и вы ничего мне не сможете сказать Потому что, ну, это лично то, как я всё это вижу И то, как лично я всё это считаю Ну, ладно, ладно Вообще, GTA Underground, мультиплеер, вот, разрабатывается уже достаточно давно Изначально это была такая, знаете ли, модификация просто для GTA San Andreas Чтобы, там, знаете, зайти, пофаниться, там, сделать какие-то, возможно, прочие вещи Которые будут, ну, интересные и нечто подобное Что и себе представляет данная модификация В данной модификации совмещены вообще абсолютно точно все карты Которые были, там, в играх от Rockstar Будь-то это Manhunt, или, там, Bully, или GTA 3, или GTA San Andreas, или, там, GTA 4 Вроде даже карты из GTA 5 там есть Я точно не помню, но думаю, что суть вы поняли То есть, дело в том, что абсолютно все карты всей, вообще, GTA, вселенной Вот эта вот, без разницы, 3D-вселенная, там, HD-вселенная, 4K-вселенная Да это не имеет абсолютно никакого значения, потому что там есть абсолютно точно все И, дело все в том, что это реализовано в GTA San Andreas В чем тогда смысл данной модификации, если там только вот эта вот карта и все То есть, ну, какой в этом, на самом деле, смысл? Ну, просто, видимо, я там, не знаю, людям нравится то, что ты, допустим, играл в San Andreas Я там ездил из Лос-Антоса в Сан-Фьерро, в Лас-Фентурес И потом, возможно, обратно в таком же точно порядке, либо в каком-то другом порядке И вот сейчас ты можешь, допустим, из San Andreas прилететь в Y-City Из Y-City в Liberty City, GTA 4, вот это вот все версии Из Y-City в GTA 4 версии ты можешь прилететь в Liberty City в GTA 3 версии Там потом в Y-City опять какой-нибудь, потом в GTA 5 опять в San Andreas Прилететь, потом прилететь, я не знаю, в GTA San Andreas И, в общем-то, поделать какие-то вот эти вот все прочие вещи В общем-то, для кого нужна эта модификация, я так и не понял Помню, я как-то смотрел видеоролик Шелкоза, где он обозревал всю эту модификацию И я даже там не понял, в чем смысл Ну да, типа, прикольно Ну да, вроде есть какая-то там, знаете ли, большая карта, на которой можно поделать какие-то вещи Но реализована-то она как-то, ну, картонная И ты видишь, что все, что там реализовано, оно максимально, ну, какое-то такое Через какие-то всевозможные костыли Через какие-то там еще вот эти вот все вещи И кому это в самом деле надо? Вот вы объясните мне, пожалуйста А это не надо абсолютно точно никому И вот, не так давно, насколько я знаю Там, друзья, колкоры какие-то, решили вот сделать мультиплеер На основе там какой-то версии Sampa старой и вот всего прочего На основе GTA Underground Чтобы вот люди могли, так сказать, не выходить абсолютно из GTA San Andreas Вот только в нем играть, чтобы там были все карты Чтобы все эти карты, они, знаете ли, задействовались И чтобы там было все, в общем-то, нормально В целом, если вот так вот смотреть на всю эту идею Не зная того, что это GTA San Andreas, да, и то, что там все это работает Немного коряло Если просто размышлять над этим в своей голове То в целом, ладно, это все происходит, ну, не так уж и плохо, да Но если посмотреть обзоры на все это даже в одиночке Я не говорю про мультиплеер То есть мультиплеер, он еще, насколько я могу понимать, разрабатывается Разумеется, Brothers & Company пишет, что там, ну, уже скоро разработка подойдет к своему логическому завершению То, что скоро там разработка закончится И мы все уже сможем поиграть в GTA Underground На вот всем вот этом вот Но в целом, в целом, если на все это взглянуть Вот даже ролики на YouTube написать там GTA Underground И посмотреть то, как все это вообще, блядь, работает Это пиздец Это ебануться Ладно, там карты GTA San Andreas Ладно, карты там, я не знаю, Vice City Да, еще более-менее как-то можно все это понять И как-то, наверное, можно на всем этом попробовать поиграть Но вот карты из Manhunter Карты из Bully, блядь, Bally Я не знаю, Ебали, все прочее Ну, кому это надо, в самом деле Возможно, возможно Что реализуют, что поправят какие-то баги Что с оптимизацией все будет нормально Но вспомнить даже тот же самый сам То, что даже он имеет свойство крашить А тут, ну то есть, пиздец Намешано всех этих карт Там, я не знаю, сколько FPS вообще у людей будет Я уж не говорю про какой-то порт на телефон всего этого Да, возможно, какие-то отдельные сервера Потом и захотят портировать этот GTA Underground на телефон Но как я все это вижу То, что вот сервера уже все, которые есть Сейчас, на данный момент, там, Rezono ролеплей, Diamond ролеплей, Advance ролеплей, Evolve ролеплей и тому подобное Вот, то есть, они все Они уже, вот, заняли свою нишу У них уже такая, знаете ли, наступила более-менее зона комфорта И куда-то с нее уходить Ради чего-то там вот это вот все делать Кому это надо? Никому Поэтому GTA Underground не будет пользоваться спросом вообще Несмотря на то, что там дохренели арт вот этих вот всех слотов И вроде как там более-менее все нормально Но она нахуй никому не нужна То есть, многие пишут, что это, возможно, какое-то тьма Тьма, затмение сам попришло, да И все И то, что сам, блядь, да кому он нахуй будет нужен, когда придет GTA Underground Но лично я могу сказать, что GTA Underground полная хуйня А также я могу сказать, что геймплей данного видеоролика был заснят на проекте Rezono Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика Заходите туда Там много всякой разнообразной информации Там много вообще всех вещей, которые вы можете только себе придумать Надумать и все прочее сделать Там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал Туда вы тоже заходите Там вы тоже все это рассматриваете с точки зрения функционирования вас Дам